Итак, к новостям. В субботу весь мир отметит День здоровья. Волгодонск не исключение. Кроме того, на местном уровне готовиться уже начали. В частности, сегодня в ДК имени Курчатова прошел Астма-день. Семинар для страдающих этим заболеванием горожан, в целом их, к слову, около трех тысяч, провела главный пульмонолог Ростовской области Елена Гайдар. Бронхиальная астма – не приговор. В этом в очередной раз сегодня убедились собравшиеся в ДК Курчатова горожане. Участники Астма-дня имели возможность пройти бесплатные тесты и получить полные консультации специалистов. Современные препараты в совокупности со своевременным лечением позволяют человеку сохранять нормальную трудоспособность и не получать категорию инвалидности. Хотя запущенные случаи заболевания даже сегодня могут привести к летальному исходу. Как бывшему пульмонологу, ныне бюрократу и чиновнику, тема заболевания бронхиальной астмы очень актуальна. Как для нашего города, так и для Ростовской области и в целом для России. По городу официально только зарегистрировано 2874 больных бронхиальной астмы. Помимо встречи с местными специалистами, астматики имели возможность напрямую пообщаться с главным пульмонологом Ростовской области. Елена Гайдар рассказала о новых международных клинических исследованиях, выделила эффективные группы медицинских препаратов, а также похвалила своих местных коллег за работу. В Волгодонске очень хорошее пульмонологическое отделение. Оно имеет хорошую историю. Родоначальником этого отделения были те специалисты, которые сейчас выросли и стали руководителями здравоохранения. Но эстафету подхватили молодые, инициативные, очень грамотные врачи. И все же количество больных бронхиальной астмой горожан врач сравнила с армией. Климатические условия региона являются причиной предрасположенности населения к аллергическим заболеваниям и часто впоследствии к астме. А потому Елена Гайдар, как любой хороший врач, напомнила о значении профилактики и необходимости вовремя обращаться к медицинским специалистам. Виталий Никулин, Иван Иванков, Новости ВТВ.